Добрый вечер! Приветствую всех, кто сегодня пришел послушать о конструктивизме. Тема моего доклада «Конструктивизм литературных манифестов». Ну и начать, конечно, стоило бы с того, что 20-е годы 20-го века стали для отечественной литературы временем, конечно, наибольшего подъема. Это время многочисленных экспериментов. И вот одним из самых известных, наверное, не только в России, но и на Западе становится конструктивизм. В частности, когда мы говорим о направлениях модернизма, то слово «конструктивизм» будет в первую очередь и у нас, и за рубежом в первую очередь ассоциироваться с искусством молодой советской России. И не случайно само слово «конструктивизм» имеет в себе слово «конструкция», потому что сначала мы старый мир разрушим до основания, а потом мы начинаем строить новый мир. И вот как раз конструктивизм в первую очередь, конечно, воспринимается нами как феномен архитектуры и живописи. Но в то же время мы говорим о том, что и в литературе создавались попытки введения вот этих вот конструктивистских программ. И сегодня мы поговорим о том, какие манифесты к конструктивизму были созданы в течение 20-х годов, и почему конструктивизм, как литературное течение, себя исчерпал уже к началу 30-х годов. Вот об этом мы сегодня поговорим на примере конкретных литературных течений. Ну и, конечно, как я уже сказал, первое, что у нас есть, это модель новой культуры. Смена эпох, смена формаций, соответственно, создается новая культура. И иерархия художественных ценностей была вынуждена быть выстроенной с нуля, то есть построенной заново. И, естественно, в связи с этим мы говорим о том, что для конструктивистов был важен вот этот вот марксистский подход классовый, когда автор является выразителем чаянии и устремлений того класса, которому он принадлежит. И систематические изменения во всех слоях культуры не случайно один из программных конструктивистских документов назывался «Мена всех». Тут можно двояко рассматривать, в первую очередь, как параномазическая отсылка к названию сборника такого же программного русских эмигрантов первой волны «Смена вверх», в течение «Смена вверховцев», а с другой как раз вот к этому интернационально обнародованному тезису «Мы старый вверх разрушим» и начнем его строить заново, всех заменим. Незаменимых нет, как позже было сказано. И принципы литературного конструктивизма здесь на следующем слайде перед вами. Первый – это понятие социального заказа. То есть впервые появляется понятие социального заказа, то есть автор пишет не о том, о чем ему хочется сказать, а о том, о чем ему нужно написать, учитывая сложившиеся потребности. Не случайно появляется тоже один из сборников с названием «Госплан литературы». Нужно спланировать то, о чем мы будем писать, и то, какие вещи мы можем написать, о чем нуждается общество, какая потребность существует по литературе. Это не значит, что система жанров была подвергнута ревизии, то есть тут остаются пролетарские пьесы, пролетарская поэзия и пролетарская проза. Но теперь автор уже опирается на мнение того класса, на его потребности, которые его выдвинули, и с учетом этих потребностей, естественно, создает текст. Здесь же мы можем сказать о функциональности литературы. Вообще для конструктивизма функциональность – это один из таких китов, на которых, собственно, держится само течение. Все должно быть не декоративное, не для украшательства жизни, а для пользы, для блага. То есть мы можем вспомнить ту же эфелевую башню, которую конструктивисты поднимают на щит в качестве одного из символов своих движений, которая первоначально была использована для передачи радиосигналов. Тут же мы можем сказать и о Татлине с его проектом, четырехотметровой башни в честь третьего интернационала, грандиозном проекте, который не был реализован в те годы. И вот эта функциональность, она же распространяется и на литературу, как Маяковский пишет. Мастера, они длинноволосые проповедники, нужны сейчас нам. То есть те, кто могут создать что-то, что может улучшить жизнь, что может как раз способствовать прогрессу. Следующий момент – это литература фактов. То есть на каком-то этапе отдельные литературные направления вообще выступали с отказом от вымысла в литературе. То есть, как мы сейчас сказали, литература становится максимально приближенной к публицистике. И это был одним из пунктов полемики, одним из генеральных пунктов полемики. И вот, что касается как раз конструктивистов, то они, в отличие, например, от движения Лефа, выступали за наличие вымысла в литературе, но в то же время это был небесворный момент. В частности, когда к движению конструктивистов примкнул философа Литин Фердинандович Аслов, он был одним из как раз ярких сторонников вымысла в литературе. И здесь как раз этот момент о том, что должно быть в литературе правдиво, что должно отражать эту действительность или даже ее прямо переносить, а что должно быть подвергнуто ревизии художника, его рецепции и восприятия, тоже оставался этот вопрос в дискуссионном. И последний принцип – это принцип конструктивного распределения материала на так называемую грузификацию. Максимальная нагрузка, смысловая, и как раз поэзия, собственно, стала предметом более пристального и внимательного интереса конструктивистов, благодаря тому, что она более компактна и емко, нежели проза, как полагали тогда конструктивисты. Потому что в одну, например, страницу поэтического текста мы можем вместить тот же текст, который был бы, например, размещен на 20-30 и более страницах. И вот как раз грузификацию литературы предлагалось осуществлять чуть ли не на фонетическом уровне, то есть наделять слоги и отдельные слова максимальной нагрузкой. Ну, что мы знаем в школе, это бы прямо говорящие фамилии, то есть вот конструктивисты сказали бы, что это грузифицированные фамилии. Далее мы перейдем уже к отдельным манифестам, и еще до зарождения литературного центра конструктивистов самый первый конструктивистский манифест, точнее книга, которую позже будут рассматривать как конструктивистский манифест, эту книгу пишет Илья Григорьевич Эренбург в 1921 году. Ну, сейчас мы, наверное, знаем Эренбурга в разных амплуа, от переводчика старо-французской поэзии до автора мемуаров «Люди. Годы жизни», от военного публициста до человека, с легкой руки которого получил название целый период нашей страны, я имею в виду роман «Оттепель». Но вот в 1921 году, находясь за пределами нашей страны, последовательно проживая в Берлине и Париже, он пишет книгу «А все-таки она вертится», ну, имея в виду отсылку к знаменитой фразе «Галилея». И публикует ее в берлинском издательстве «Геликон» в 1921 году. Издательство это было отчасти реакционным, поэтому, собственно говоря, это издание этой книги выполнено в дореволюционной орфографии, против чего активно возражал и автор, но это была его единственная возможность на тот момент опубликовать этот манифест. И как раз в этом манифесте он излагает основные положения конструктивизма применительно к жизни и к литературе в частности. Вот что он пишет. «Этой книгой салютую стихотворцам, живописцам, конструкторам, постановщикам, комедиантам, циркачам, музыкантам всем, строящим в России новые вещи». И вот здесь принципиально обратить внимание на выражение «строить новые вещи». То есть вообще Эренбург в 1922 году вместе с художником-графиком Эль Лисицким издает конструктивистский журнал «Вещь». Журнал был трехязычным, он вечатался в три колонки, каждая из которых была на разных языках, соответственно, на французском, немецком и русском. Всего вышло три выпуска этого журнала, но по сути два, потому что первый был сдвоенным. Вот обложки этих двух журналов перед вами. И как раз этот журнал призывал к объединению представителей авангарда всех направлений. Ну и, собственно говоря, как можно понять, даже по названию этого журнала, он поступал, конечно, за примат, за приоритет сделанного человеком, материального, осязаемого и весомого. Не случайно на обложке первого выпуска журнала «Вещь» появляется поиск, который очищает железнодорожные пути от снега. То есть вот такой вот образ искусства, которое должно творить новые пути и в то же время функциональная вещь, которая была необходима для каких-то практических целей. И как раз вот эти три номера журнала «Вещь» увидели свет в 22-м году, и после чего, к сожалению, выпуск этого журнала прекращается. Но некоторые из его идей, даже некоторые из иллюстраций, в частности вот этот поиск, он берет на странице своей книги, а все-таки она вертится. То есть она была как раз иллюстрирована фотоподборкой тех кадров, которые делал сам Оренбург, и тех, которые ему были важны для иллюстрации идей конструктивизма. Он, собственно, вот так выглядел внутри журнала «Вещь», он в три колонки разделен. Здесь вот я выбрал эту страничку, потому что вот, опираясь на, так скажем, идеологемы и мифологемы прошлого, конструктивисты их переосмыствовали. Парфенон и Аполлон 20-го века. Здесь мы видим корабль, который, видимо, готовится сойти со стапелей. И вот это было для нового человека, по мысли конструктивистов, Парфенон, Парфеноном, да, храмом искусства. А сам корабль соответствовал статуе Аполлона. Вот, собственно, он помещает вот даже и проект той самой башни таты на 400-метровой, да, насколько я понимаю, что если бы она была воплощена, то она бы, наверное, до ныне оставалась самым высоким зданием Петербурга, может, я ошибаюсь. И говорит следующее. Новое в искусстве состоит в том, что оно пробивает стену, отделяющую прежде искусство от жизни. Новое искусство перестает быть искусством. Ну, то, о чем я и говорил, как раз вот эта борьба с декоративным назначением искусства. Новая скульптура, архитектура. Памятник привечествует ставить эпохи, движению, событию, но не имя реку. Вот как раз вот эта вот башня, это, во-первых, функциональная, да, постройка, в которой могут находиться какие-то, ну, как бы сейчас сказали, офисы, конторы, помещения, редакции, издательств, там, каких-то министерств. И эта башня, да, по сбунке его издателя должна была вращаться. То есть, с одной стороны, это памятник третьему интернационалу объединению трудящих всего мира, а с другой стороны, это функциональная построить. Вот она, новая скульптура по мысли конструктивизма, новая скульптура архитектуры. Ну и, естественно, в первую очередь, любой манифест обнародует эстетические взгляды его создателей, и Оренбург пишет как раз. Динамика современности выражена в изумительной спирали. Сегодня модель памятника, а завтра читатели этой книги будут хихикать над футуристом Оренбурга в стеклянном кабинете стеклянного дома. Здесь мы как раз видим преемственность с футуризмом, да, если мы вспомним знаменитый манифест Маринетти, в котором его автор тоже заявлял, что гоночный автомобиль нам ценнее, важнее статуйники самофрагисты. То здесь как раз мы видим прямое продолжение вот этих эстетических идей. Ну и, естественно, сами конструктивисты не отрицали того, что идеи футуризма итальянского, а позже советского, который, в общем-то, по ряду позиций от него отличался, переосмыслили и взяли на вооружение. Как раз вот, что было важно для конструктивистов, это эстетика применительна к практике. И искусство в производстве. Новый стиль требует нового ритма, говорил Оренбург, и имел в виду, в первую очередь, язык литературы. То есть именно тогда появляется вот этот вот сейчас, наверное, ныне золотой стандарт СМИ, первоначальная газета, но сейчас и интернет СМИ, когда статью предлагалось писать такой, чтобы читатель успел ее прочитать, пока едет в метро по дороге на работу. То есть вот у него несколько станций отделяет его от дома до работы, и вот у него есть вот это время, чтобы дочитать статью, потом он к ней не вернется. Впервые это вот как раз поняли конструктивисты в 20-х годах, и вот этот вот производственный ритм, то есть монотонный, который можно замерить метрономом, который можно отмерять, и который никогда не сбивается. И сам Риттбург в 1922 году выпускает сборник рассказов, цикл рассказов под названием «Шесть повестей о легких концах». И там он как раз экспериментирует с формой вот этого телеграфного стиля, то есть пишет нарочито короткими процелированными предложениями, то есть разбивает длинную фразу на много коротких, и таким образом рисует при помощи вот этих вот коротких фраз картину событий, которые могут происходить, например, в разных частях света одновременно, подобной ленте телетайпа, по которой бегут сообщения. Это что касается искусства в производстве. Ну, естественно, конструктивисты стояли на позициях интернационализма, и искусство общее, обобщенное, обобществленное. Искусство, поскольку старое искусство кончилось, и решительно невозможно теперь замыкаться в рамках каких-то национальных или культурных границ. Новое искусство организует жизнь, а чтобы ее организовать, да, по мысли конструктивистов, нужно использовать какой-то общий процесс, да, общественнаправленность, общественнаправленный вектор. И как раз об этом же говорит автор манифеста, все-таки она вернется. Нам еще интересно, что на развороте этой книги, вот это ее название, да, которое приписывается Галилею, ну, как будто он его сказал на латыни, его перевели на 10 языков. То есть, как раз это было подчеркнуто, вот, связано с интернационализмом, чтобы тот, кому в руки попала эта книга, он даже не мог читать по-русски, и понял, что идет, вот, речь о манифесте, может быть, о какой-то выражении своих собственных взглядов и интересах. И почему конструктивизм? То есть, задает самский вопрос о религии в этой книге и отвечает на него в трех пунктах. Первое – канунный, так он называет время, предшествующее появлению конструктивизма, а если точнее, даже время, предшествующее Первой мировой войне, которое по мысли создателя этого манифеста и стало толчком для того, чтобы мир изменился и изменился безвозвратно. Кроме того, канунный – это название одного из поэтических сборников самого Оренбурга, дореволюционного, опубликованного в 1916 году, то есть уже в разгар Первой мировой войны, но за год до Октябрьской революции. И как раз это смутное томление о новой дисциплине – это вот первая предпосылка конструктивизма. Следующая – это война. Демонстрация организации, пусть лицемерная и гнусная, по существу, пишет автор, но показательная во внешнем форме. То есть, как раз организация по мысли конструктивистов была тем, что было необходимо миру, который будут выстраивать заново. То есть, его в хаотическом порядке невозможно было построить. И третье, что было после наступления мира – борьба с теми, кто продолжает канунный хаос. Время канунов прошло, а значит, прошло время хаоса. Вот эти три предпосылки как раз и говорят о том, что конструктивизм был, в первую очередь, по мысли Оренбурга течением эстетическим. Искусство строительства жизни. Он проводит параллели с эпохами минувших лет – Египтом, Осирией, Средневековьем, которая строила жизнь. Искусство вчерашнего дня, то есть XIX века, было основано на торжестве декоративного начала по мысли автора. И вот, оглядываясь на прошлое, автор призывает как раз брать большие эпохи и то, что строила жизнь, что помогало ее организовывать. И вот плакаты, собственно говоря, военного флота и радио, как от того из главных источников связи в 20-е годы. Это оказалось на тот момент действительно достижением техники, но и по факту таковым и было. И может ли убийство, строящий картину со строгим равновесием форм, безупречным соотношением тяжести цветов, легко дышать в государстве, которое исповедует случайность, говорит Оренбург в догонку сказанному о канонах хаосов. И индустрия разрешилась новым стилем. Подводит итог вам. И здесь мы тоже можем провести параллель с футуристами. Подобно тому, как для них гоночный автомобиль был таким эталоном нового в искусстве, то здесь он приводит подъемный край-демаг в Дуйсбурге как такое достижение нового века и невероятно функциональные для самого Оренбурга курительные трубки Дангел, которые он сам, собственно, курил. И если мы его портреты посмотрим, то он везде изображается как раз трубкой, как Александра Коротченко на известной фотографии. То есть вот то, что было функционально, что было удобно для удовлетворения, вот такой, казалось бы, бытовой потребности, как потребность в курении для вот этого автора манифеста была значительным достижением нового времени. «Пусть XIII век гордится Шарским собором», пишет Эренбург, «Хв 20 век горд трансатлантическим пароходом Аквитания». Мы помним, что пишет он это после катастрофы «Титаник» и, естественно, вот эта вот его мысль говорит о том, что несмотря на какие-то неудачи, прогресс должен продолжаться двигаться в правильном выбранном направлении. И дальше в манифесте он говорит о необходимости строить движение. Говорит об учете нового стиля жизни, ясного создания заданий, которые стоят перед конструктивистами. Это соответствие жанра тому тексту, в котором этот стиль написан. То есть поэтическая поэзия, театральный театр и так далее. И здесь мы как раз можем сделать вывод, несмотря на то, что конструктивизм был все-таки направлением экспериментаторским, за чистоту жанров он ратовал неуклонно. И позже мы, когда будем говорить о литературном центре конструктивистов, увидим здесь определенные расхождения. Ну и, как я уже сказал, новое, самое новое искусство, самое актуальное было, конечно, искусство кино. И одной из задач нового времени Эренбург видел создание кинематографического романа, а сам кинематограф называл «Счастливым дитя нового века». Более того, сам Эренбург провел большой интерес к кинематографу и стал уже позже, в 30-е годы, автором сценария фильма по собственному роману «Любовь Жанны Нейн» к немецкому фильму, который как раз попал в волну немецкого экскрессионизма 30-х годов. И что пишет о кинематографе? Кино — это интернациональное искусство, кинематограф насыщен новым пафосом движения. Поскольку стоять на месте становится решительно невозможно, кинематограф позволяет дать вот эту непрерывность движения, эти 24 кадра, которые каждую секунду новые, то, что не стоит на месте, что двигается, и что двигается в соответствии с принципами конструктивизма. Он, в частности, разбирает успех кинематографических достижений Чарли Чаплина, и говорит о том, что он, подобно конструктивистам, очень выверен в своих фильмах, и все, что он делает, это не набор случайных каких-то скетчей и шуток, а продуманное, чуть ли не машинным образом, выверенное действие, которое рассчитано именно на ту реакцию, которую оно вызывает у публики, на смех, и, в общем-то, до сих пор эту реакцию у публики способно вызвать. И далее мы переходим уже к литературному центру конструктивистов. Это объединение уже авторов внутри Советского Союза, которое просуществовало 6 лет, с 1924 по 1930 год. На слайде мы как раз видим обложки этих сборников, о которых я уже упоминал, это «Мена всех» и «Газплан литературы». Обратим внимание, что вот две главные ипостаси подчеркнуты на сборнике «Газплан литературы» статьи и стихи. То есть проза – это в первую очередь публицистика, в первую очередь что-то документальное. Из художественных жанров конструктивисты отдавали предпочтение стихам, но это можно даже посмотреть по составу участников. То есть поэты – это Вера Инбер, Илья Сильвинский и Борис Агапов. Вот эти авторы, конечно, в первую очередь принесли конструктивистское начало в поэзию. Вот, собственно, об авторах, о представителях этого движения я уже немного говорил. И теперь перейдем к первой из двух деклараций этого литературного центра. Это первая декларация, которая еще предшествовала созданию этого объединения. Она называлась «Знаем» и была опубликована на рубеже 1922 и 1923 года. Как называли ее сами авторы, «Клятвенная конструкция, декларация конструктивистов-поэтов». Ну и, естественно, как я уже говорил, они наследуют идеям футуристов и говорят об универсальности поэтической техники. Если мы, например, говорим о том, что представители других поэтических течений используют какие-то отдельные изобразительные средства, то конструктивисты говорят, что они нам подходят все, они нам все нужны. Все способы придания поэзии, собственно говоря, для вот этого вот поэтического ритма. И звук нужен, нужен ритм, нужен образ и даже футуристическое заво. Мы отдельно посмотрим это, особенно ярко будет на примере поэта Алексея Чечерина. Исчерпывающее знание возможностей материала, то есть то, о чем пишет автор, должно быть ему знакомо досконально. Для того, чтобы передать звуки завода, например, автор должен или работать на заводе, или быть не понаслышке с ним знаком, провести на заводе какое-то время. То есть здесь мы тоже говорим о фотографии, о литературе факта, о том, что это должно быть максимально приближено к жизни. Ну и обращение к звуковому облику слова здесь можно сказать как раз о конструкторах Алексея Николаевича Чечерина. Поэт, к сожалению, в наше время основательно забытый, и более того, даже в литературном центре конструктивистов он задержался не более чем надо. Позже, уже в 1924 году, он покинет объединение в связи с творческими разногласиями с Зелинским и Сильвинским. И вот как раз одним из его главных поэтических достижений был реконструем. Что это такое? Это поэтический эксперимент, заключающийся в разделении слова на составляющие, или его переводим в новый формат. Вот перед нами пример такой звуковой конструема, которая, собственно говоря, разделена на слоги, и каждая из линий соответствует определенному способу ее чтения. Например, дыхательная тонкая линия, тоническая и смысловая. То есть это такая схема чтения текста. И что, собственно говоря, конструема в себе несет, это или отдельный слог, или отдельное слово, или набор этих слогов и слов, которые можно читать в соответствии с этими рекомендациями. Почему я говорю, что это такая, получается, синкретическая вещь? Потому что она в себе включает как раз и лингвистику, ну, в том числе фонетику произнесения. А с другой стороны, вот эту вот единицу смысла, атом смысла, который бы заключался в конструеме. Вот, к сожалению, вот те конструемы, которые вот у нас есть, это в основном перепечатки из 20-х годов, в том числе, этими конструемами занимался Джерард Яночек, американский исследователь. И вот из его книги как раз вот этот вот скан с конструемой я и достал. Вот пример другой конструемы. Это уже не звуковая, а, так скажем, партитура чтения. Вот тут большими буквами слева можно видеть «Читайте вслух московским говорам» и фонетические инструкции к чтению вот этой вот скоморошины, которую он приводит нашему вниманию на соседнем слайде. То есть здесь расставлено ударение, здесь есть, получается, главу, как в поэзии. Здесь есть все необходимое для того, чтобы ее читать максимально приближенно к задумке автора. То есть вот смысл такой конструемы в том, чтобы передать написанное максимально точно. Здесь конструктивизм остается верным себе и ратует как раз за вот эту максимальную точность, емкость и отсутствие каких-то двусмысленностей в восприятии текста. То есть Алексей Чечерин как раз был, наверное, главным представителем вот этого вот направления в конструктивизме в создании конструя. Позже, в 1924 году, выходит второй манифест, который получает название «Декларация литературного центра конструктивизма». То есть уже более официально. Если название «Знаем» похоже на что-то какое-то публицистическое название, здесь уже все очень официально, как у организации. Система максимальной эксплуатации темы. Нужно сделать поэзию доступной массой путем создания кадров растолковывателя. Здесь параллель можно провести с ликбертом, например. То есть если крестьян учат просто читать, то растолковыватель поэзии нужен для того, чтобы объяснять, как читать поэзию и, собственно, воспринимать эту поэзию. То есть здесь в задаче конструктивистов входит еще и пропаганда своих идей, то есть массовое внедрение поэзии на широкие народные массы. Ну и, говоря о конструктивистах, конечно, не можем сказать, не сказать все об Илье Львовиче Сильвинском. Вот здесь приведен пример как раз своего стихотворения из сборника «Газплан литературы». Там он печатает так называемый цыганский цикл. Слева стихотворение, а справа схема его чтения. То есть разбитая на слоге, видим неукоснительно соблюдаемый ритм. Собственно, Сильвинский одним из первых в советской литературе пропагандировал использование дольника как стихотворного размера. А здесь мы как раз, если будем пытаться читать это стихотворение, то обратим внимание на то, сколько в этом стихотворении звукоподражает. То есть оно максимально звукоподражательное. Это картина гитары. У нас создается образ гитары, на которой играет Таратин, Таратин, Натан, как будто кто-то проводит по струнам этой гитары. И цыганский романс, который исполняется, собственно говоря, исполнителем. Здесь исследователи находили даже параллель между стихотворениями Лорки, которые тоже используют звукоподражание, описывая песни цыган, и вот этот вот цыганский цикл, который как раз иллюстрирует соответствие выбранной техники теме. То есть у нас тема цыганский романс, поэтому вот у нас звуки цыганского романса прямо в самом стихотворении. Если говорить о чем-то идеологически более ангажированном, то здесь речь может пойти о его поэме Улялавича, которая как раз тоже использует экспрессию художественного выражения и имитационный характер поэзии и стилистических средств. И сразу же первые строчки, да, если бы из организма партизанских войск выпарить соль и разложить по улице, с точностью до одной энной семидесятой функции пришлось бы каждому буржуа на хвост. То есть тут такая прямая отсылка к стихотворению, строчкам Маяковского из поэма Ленин, если бы выставить музей плачущего большевика. То есть тоже можно сказать о том, что цитируемость в рядах деятелей искусства, она, конечно, имела место. И здесь мы видим как раз картину, которую автор рисует стихами. Сразу два звуковых пласта. Первое, пение интернационала, с которым бойцы идут в бой. А второе, это звуки непосредственно боя, которые вплетаются в пение интернационала. И, собственно, если читать это стихотворение, то подразумевалось, что его могут читать до двух человек одновременно. Первый в это время напевает интернационал, а второй произносит звуки. Таким образом, у нас образуется максимально полная картина с использованием всех экспрессивных средств для художественного его выражения. Собственно, сама идея поэмы о борьбе с оставшимися частями белой гвардии и как раз способствует выбору вот такой вот палитры изобразительных средств. Последним сборником конструктивистов был сборник «Бизнес», который увидел свет в 1929 году. Наверное, не самое ожидаемое название для сборника советских конструктивистов в конце 20-х годов, но, тем не менее, тому было свое обоснование. Вот очки у нас с двумя дужками здесь тоже не случайны. Каждая из дужек этих очков направлена на запад и на восток соответственно. То есть, так называемый конвергентный обмен между Западом и Советским Союзом. Вот как раз конструктивисты выступали как апологеты того, что необходимо перенимать лучшее и передовое в том числе у капиталистической западной системы. Они пишут, необходимо научиться технике понять и усвоить созидательные методы соединения русского размаха и американской деловинности. То есть, для конструкции, для чего-то выверенного одно время идеалом был конвейер Форда. То есть, пища абсолютно капиталистическая, но в то же время отвечающая ритму заводов и вот этому неукоснительному следованию цели. Каждый выполняет свой участок работы, делает это максимально эффективно. Ну и, естественно, позже это было названо уже и к современникам прагматической утопии соединения до плановой экономики и вот этой вот американской деловинности. То есть, они это называли ни больше, ни меньше социалистический бизнес. И здесь можно процитировать как раз тоже Сельвинского. «Все человек, человек без родинки, Ленин учел особую стать Россией Тютчевым, Скифией Блока, он слил проблему Запад-Восток в идею рабоче-крестьянского блока». То есть, ну, здесь можно даже какие-то параллели, наверное, с Евразией провести, потому что, с одной стороны, здесь Скифия, да, азиатская, то есть, держали щит монголов и Европы, а с другой стороны Россия Тютчевая, которая дает тоже умом не понять, аршинов не измерить. И вот соединение вот этой русской непознаваемости и американской предприимчивости по мысли конструктивистов должно было дать какой-то качественно новый рывок, новый эффект. Но, как мы понимаем, положение сборника бизнеса остались только теоретически. И один из главных теоретиков, собственно говоря, конструктивизма, Корнелий Люцианович Зелинский, в этом году вышло его прекрасное переиздание книги «Поэзия как смысл». Там как раз есть все эти манифесты, то есть, если кто-то захочет, я рекомендую вам достать эту книгу и посмотреть, «Конструктивизм», потому как на сегодня это, наверное, один из самых полных корпусов текстов советского конструктивизма, литературного центра конструктивистов. И вот уже в 30-е годы под давлением коллег из РАПа, которые критикуют собственно конструктивистов за реакционность, за даже контрреволюционные настроения, печатает статью в журнале на литературном посту под названием «Конец конструктивизма», где провозглашает как раз тупиковость этого направления. Но стала ли единственной причиной конца конструктивизма его критика со стороны противников идеологических? На самом деле не совсем. За два года до того, как Зелинский публикует свою статью, выходит книга Оренбурга, опять же, «Белый уголь» или «Слезы вертера». И он как раз подвергает здесь ревизии взгляды на конструктивизм. В частности, если в сборнике все-таки она вертится, он провозглашает романтизм устаревшим, то сейчас он его реабилитирует. И пишет буквально следующее. Конструктивисты не построили нового Парфенона, пришлось довольствоваться Эйфелевой башней. Это зато была учинена основательная вентиляция. То есть говорит о том, что конструктивисты, несмотря на все свои положительные, устремленные в будущее начинания, не смогли оставить какого-то материального следа. Они создали ту самую вещь, за которую они боролись вместе с иллюстратором Лисицким. Романтизм же был важен для самого Оренбурга как построение цельного и связного космоса. Романтизм учит человека летать, как летал Икар, на пусть недолго, но ярко и запоминающихся образов. Что особенно необходимо в наши дни, когда аэропланы снабжаются Бадом и Ватер-Клазином. Готовится второй поток, пишет Перемор, бешенство машин, крестовый поход, маникен. То есть здесь мы уже видим предостережение от излишней механизации и машинизации быта. Но, собственно говоря, бунт машин пьеса Толстого Алексея было поставлен в 1924 году в СССР и вот опасность этого излишнего механизаторского подхода к делу конструктивизма прекрасно понимал и Оренбург. Собственно говоря, уже в 1922 году публикует сборник новелл «13 трупов», где примерно половина из них имеет ярко выраженный романтический, ну не романтический скажем пафос. И теперь можно перейти к выводам по поводу течения конструктивизма. То есть течение литературного конструктивизма это, конечно, течение модернистское и поэтому оно прямо наследует экспериментаторское новаторство в частности футуризма европейского и советского сохраняя при этом ряд самобытных черт. Литературный конструктивизм особое внимание уделяет в первую очередь поэзии как наиболее сжатой и комплексной форме художественного творчества в соответствии с принятыми конструктивистами обязательствами на грузификацию всего, чего только можно грузифицировать, где можно добавить максимальный смысл. форма творчества конструктивистов выходила за рамки конечно литературного творчества в том числе литературных конструктивистов в частности сам Сельвинский чтобы его слова не расходились делом он устраивается на завод где-то в конце 20-х годов где работает и таким образом подтверждает верность вот этой своей эстетической программе делом и как раз получается имеет возможность наблюдать процессы которых он пишет и в литературной сфере преемником конструктивизма становится метод фактографии который конечно берет на вооружение ассоциация пролетарских писателей которая будет позже преобразована во всесоюзное объединение писателей первый съезд пройдет в 1934 году и вот это наследие конструктивизма конечно в первую очередь вызывает пристальный интерес внимания и сейчас через 100 лет практически без малого со времен его активного действования благодаря вот этой революционной энергии благодаря этому желанию перестроить жизнь по-новому нести в нее те элементы которых не было раньше и насытить их максимальным смыслом но на этом наверное у меня все я благодарю вас за внимание и отвечу на ваши вопросы спасибо аплодисменты аплодисменты аплодисменты